Привет, Гришка! Сынок тебе из прошлого 2020 года. В этом видео я хочу тебе показать, как однажды мы с твоим дядей Макаром ходили на гору Белуха. А путешествие наше началось по красивым землям горного Алтая. Ехали мы в сторону горы Белухи от Барнаула примерно 10 часов по дорогам различного качества. Доехать смогли до села Тюнгура, где нас ждала группа. Именно из этого места начинается настоящее приключение, потому что до Белухи можно добраться только на Газе 66, или как здесь его ласково называют Шишика. Самые непроходимые участки этой дороги, к сожалению, заснять не удалось, потому что кидает по кабине стороны в сторону и редко удается спокойно посидеть. Если вы думали, что вы видели говно, вы его не видели. Вы его увидите сейчас скоро. Как видишь, гид нашего путешествия Антон Лежнев оказался абсолютно прав. После многочисленных дождей дорога оказалась ужасной. Впереди нас ожидали голые камни, корни деревьев, труднопроходимые участки. Однако природа горного Алтая просто потрясающая и восхитительная. И в одном из таких местечек мы остановились на ночевку. Оцените, прям наша палаточка тут оказалась в хорошем красивом месте. Елочки, горки с нас рисовали. Смотрите, здоровые. Да, смотри, какие красивые. Да. Гриша, твой дядя Макар не только умеет и любит собирать грибы, но также их вкусно готовит. К слову, у нас было с собой очень много вкусной и полезной еды. Вот такие наборы смеси сушеных овощей для грибного супа, для разных штук. Здесь овощи, картофель, морковь, лук, репчатый, грибы, шампиньоны. И там еще какая-то приправка вкусная. Сейчас будем это пробовать. 15 минут все должно быть готово, увеличивается в два раза. Берем пакет с овощами и засыпаем. И насыпаем сюда приправку грибную. Тут у нас еще остатки раскрашившегося хлеба. Но бульончик с овощами вообще красота. Горячий, кайф. Ты знаешь, я тебе даже немного завидую, что когда-то в будущем тебе еще предстоит насладиться впервые этим горячим овощным супчиком с лесными грибами, как это сделали мы с твоим дядей Макаром. А теперь мы идем дальше. Наша группа двигалась вдоль красивого Акемского озера в сторону томских стоянок. Темп очень хороший, группа радует. И даже кайфа, смотрите, оп, за нами идет успевает. Даже не буду вставлять сюда какую-то красивую музыку, ты и сам все видишь. Как меняется ландшафт, как бомбически красиво выглядит природа, обязательно сюда приезжай. Мы сейчас будем ставить свою штурмовую палатку, чтобы не улететь и делать на оттяжках. Ну, оттяжки, короче, на камни крепить. Смотрите, вон белуха, вот она. Здесь вот возведена небольшая ветрозащитная стенка. Юбка укреплена камнями. Если нас не сдует... У самого подножия перевала Долоне находится такой ледник под красивым названием Арбуз. Именно на нем нам проводили ледовые занятия, которые необходимы для дальнейшего восхождения на гору Белуха. Еще катись. Вот. Блин, красавчик, можно... Даже дорого нет. Норягу даже. Это все. Сейчас я не стану рассказывать об этом подробно, но знаю, что в 2020 году были причины для того, чтобы нам очень тихо, очень быстро и абсолютно незаметно ночью выдвинуться с томских стоянок и подняться на перевал Диланы. Я счастлива. Отчаянно. Видите, да. Пытается прорваться, наверное, в 2 часа ночи. Уже полчетвертого, по-моему. Я понимаю, что ночных кадров абсолютно недостаточно для того, чтобы показать и описать всю картину происходящего и крутость подъема на перевал Диланы, который мы преодолевали ночью на Жумарах. Поэтому я подснял то же самое место на обратном пути днем и хочу тебе показать. Наверх ползти сколько? И вниз сколько? Вон там, видите, маленький человечек. Так вот мы ночью забирались. Это было жесть. Вот так вот в 5 утра. Идем, дышим. Здесь уже спокойно, ветра нету. Макар замыкающий. Я умирающий. Фух. Идем в связках, в кошки. Потому что повсюду трещины. Гриша, смотри, куда папа залез. Вон дядя Макар там еще сидит. На самом деле в тот день твой папа и дядя Макар забрались со всей группой гораздо выше для того, чтобы оборудовать штурмовой лагерь для покорения вершины. Макар место под палатку обустраивает. Великолепное. Вот. Вот ребята уже поставили. Я палатку сторожу, чтобы не улетело. Важное дело у меня. И вообще, иду и думаю, что я хочу апельсиновый фреш, грейпфрутовый фреш, лимонный фреш, брусничный, ананасовый и облепиховый фреши. Все ягоды мира сочные. Я хочу съесть, выпить. И мне больше ничего не надо. И еще немножко поспать. Мне эта гора уже нафиг не нужна. Да, сотни разных мыслей лезут в голову, когда ты часами изнурительно идешь, к своей цели. Но, тем не менее, хороший сон немного придает сил. И уже ночью мы отправились на вершину горы Белуха. Заряжаю всех, давай, кулачок, кулачок, оп. Все, теперь у тебя тоже плюс 200 к энергии. Сегодня мы просто возьмем и погладим ее по головке. Вот так зайдем, вот так вот нежно-нежно. Смотри, как он начал разговаривать. Я до этого орал, слышали? Неспешный выход у нас в сторону вершины. Между прочим, не самый последний, а первая вершина Сибири под названием Белуха. Время утра. Пошли. Вот такие вот льдинки тут. Мужчинки и девчонки. Сидим тут на склоне в полном молоке. Камни летят. Береги камеру. Сейчас прилетит. Ничего не видно вообще. Там очередь образовалась. Вон, впереди, спереди. В следующем моменте было два фактора. Первый, это моя сильная усталость. Во-вторых, вот такой крутой подъем, после которого не видно было ничего. И мне казалось, что после такого подъема на любой горе обязательно должна быть вершина. Но я был неправ. И вот. Мои последние шаги. На вершину. Давай идем, Катя, три шага. Я думал, что ступени ломаются. Ступени. Ой, это вывижу. Я дошел. Давай, брат. Теперь еще три раза по столько. Или это не вершина? А? Нет. Понял, я-то думал, мы на вершину пришли. Блин, ты рано орал. А мне сказали, вот туда еще час минимум. Давай чай тогда. Осталось немного. А сил еще много. Немного наверх, а потом еще вниз. Ух. Тяжко дышится уже. Идем. Идем. Осталось чуть-чуть. Снега много. И погода ужасная. Многие толсты. Ветер сильный. Но мы дошли. Макар! Иди, иди, Макар. Рядом иди. Все уже. Руки мерзнуты. Вы на вершине, Милухи. Ура! Вот такая шесть, надо водить. Я вас категорически поздравляю. Я счастлива! Она же пришла в клуб альпинистов, чтобы сходить на Милуху. Вместо этого зачем-то женилась. Замуж вышла. За тебя? Да. Криша! Смотри, куда папа залез. Расти большой, веселый. Кайфует жизни. Люби маму, как я люблю. У тебя все получится. Ты молодец. Сколько слов и надежд. Сколько песен и тем. Горы будут у нас. И зовут нас остаться. Но спускаемся мы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. О чем молчить? Слушаем тебя. Слушаем. Бойте. Надрывни. Сколько оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.